приветствую вас дорогие друзья меня зовут григорий и на своем канале я занимаюсь тем что рассказываю об отдыхе в ейске разных нюансах курорта о хороших и плохих сторонах нашего курортного города чтобы вы сложили для себя какую-то объективную картину и уже принимали решение куда вам ехать где отдыхать в каком районе города что посмотреть как говорится и тому подобное все эти вопросы почему я это делаю потому что у меня имеется собственное домовладение мини-гостиница я предоставляю комфортабельное жилье для отдыхающих ссылочка на мой сайт в углу экрана но сегодня я бы хотел затронуть такую тему как жилье класса эконом в городе ейске почему я решил поговорить об этом хотя вроде бы меня это не касается потому что вот в моей мини-гостинице подобного жилья которая так сказать получила название экономно это полублагоустроенные неблагоустроенное жилье у меня таких номеров конечно нет у меня жилье полностью благоустроенная номера полностью благоустроенная комфортабельная то есть там номере сплит-система телевизор холодильник вся необходимая мебель и значит индивидуальный санузел тоже как говорится тоже полноценный там душ раковину это все как полагается где мы в этом номере можно с комфортом хорошо отдохнуть то есть провести время у моря вот ну почему же вроде меня тогда потянуло поговорить о жилье эконом потому что помимо от того что я занимаюсь гостиницей я еще и веду сайт есть о котором я уже говорил сайт довольно известный хорошо проиндексирован там в гугле в яндексе многие находят его статьи всего сейчас на нем порядка 700 статей разных аспектах отдыха в нашем городе вот и получается так что течение сезона каждого сезона я получаю от разных людей либо личными сообщениями либо через комментарии значит такие знаете не то что даже отрицательные отзывы а какие-то злые отзывы о конкретных адресах где люди отдыхали остались очень недовольны даже не то чтобы очень недовольна ну просто вот не знаю прямо вот распирает от возьму от возмущения недовольства как-то так я бы характеризовал их состояние эти люди в ста процентах случаев снимают жилье частном секторе и это жильем так вот можно назвать жилье эконом класса какого-то да вот как то так то есть принципе такое вот полу благоустроены и неблагоустроены жилье и они остались настолько недовольны условиями что просто вот не пишут куда только возможно про конкретный адрес ездите туда и так далее то есть не надо вам там селиться вот я на своем сайте такие конечно отзывы не публикую принципиально это делаю потому что ну знаете я под каждой статьей ставлю свое имя и привык отвечать за свои слова и если уж я бы что-то разместил да то я должен сам знать действительно ситуацию и быть уверен что каждое слово это как говорится правда могут быть разные конфликты конечно у людей я могу это подозревать табличные финансовые ну все что угодно может случиться между людьми вот и может быть следствием этих конфликтов явится такой отзыв да но все-таки примерно представляя о каких объектах идет речь я понимаю что до условия там конечно ну вот и эти отзывы имеют право на существование как вот так да ну конечно гостевые дома уважающие себя мини гостиницы такое жилье уже давно не предлагают это жилье предлагается ну частным сектором частными с датчиками жилья как правило сами даже с датчики жилья не заморачиваются или не могут найти каких-то там клиентов и отдают на водку посредникам этим жильем подобным забиты все сайты вот региональных посредников если вы так сказать искали себе адрес какой для будущего проживания через подобные сайты вы видели насколько много низкопробного жилья но прежде чем поговорить о таком жилье ну давайте как-то определимся с терминами да что мы понимаем под жильем класса эконом потому что знаете нет неоднократно сталкивался с тем что люди совершенно по-разному видят для себя вот именно жилье класса эконом лично я считаю что жилье класса эконом это такое полу благоустроенное жилье то есть по факту идеальное жилье класса эконом так скажем да как бы уже самый низший уровень жилья который принципе можно предложить туристу это комната где удобство общее там ну на коридор или там на часть дома вот но во первых комната в жилом доме в капитальном строении в комнате есть ну нормальная мебель и сейчас конечно желательно иметь сплит-систему телевизор может не быть холодильника не будет точно вот и санузел ну хотя бы там я не знаю там на три номера один да ну максимум куда большему начать как-то так ну по факту бывает и на 5 и на 6 и на 8 номеров один санузел вот но хотя бы этот санузел должен быть знаете ну полностью оборудована современно санузел нормальный душ современный как мы привыкли в квартирах ну там туалет такое вот это как бы ну уже давайте говорить прямо ну уже вот но да то есть уже от ниже уже ну ну куда уже вот снимать что-либо не где как можно вот современному человеку жить в условиях хуже чем те что я описал вот в принципе в есть и много вот таких именно предложений в принципе много довольно достойных домовладений да они предлагают полу благоустроенное жилье предлагают его как быть немного подешевле но в общем вполне можно там отдохнуть особенно если дом близкого моря но почему бы и нет сейчас знаете такая ситуация у людей что порой приходится очень серьезно экономить не хватает денег а хочется вывести там ребенка к морю вот хватает денег только на такое жилье почему бы нет как говорится да вот однако однако как показывает практика когда мы думали что вот это дно да что мы описали дно что хуже уже жилья в принципе не должно придать не может предлагаться да то и в это одно снизу постучали постучали весьма громко и значит это нагло и активно что имею ввиду дело в том что вот описаны мной номер эконом это является лучшим что вы можете найти если там будете искать там номера жилье вот именно эконом класса это лучше а в основном гораздо большая часть предлагаю вам жилья будет гораздо худшего уровня это будет либо жилье очень плохого качества либо неблагоустроенное жилье либо вообще не жилье приведу пример на случайно проходил мимо одного домовладения и значит увидел как там все устроено вот вам пример что такое что сдают под видом эконом значит классовым сарай пять штук в ряд не знаю что там было раньше может быть это был какой-то дровяник уголь там хранили может быть там держали животных неизвестно да это сарае такие вот будки они единым целом большой как ну или как большой сарай разбит на пять частей изнутри обшиты самым дешевым таким пластиком снаружи ну каким-то там сайдингом тоже вот и шестым номером построен туалет туалет в виде извините дырка в земле значит очень маленький участок одна сотка земли представьте себе да тут же кухня под открытым небом то есть все лето жара здесь же все тарелки все в куче здесь же стоит перед окнами мангал здесь же стол там где отдыхают люди как говорится да вот и вот предлагается такое жилье как жилье эконом и я был поражен что стоимость этого жилья была вот если взять номер до было всего на несколько сот рублей дешевле чем вот те номера полностью благоустроенные у меня вот как они называются стандарт но самый как говорится самый ординарный к полностью благоустроены со всеми удобствами совершенно другая территория совершенно другая там вот инфраструктура внутри газетинец и предлагаются всего на несколько сот рублей дешевле чем вот мои номера я просто поражен вот то есть вот 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 такой и люди снимают вот такое жилье то есть вот это сарай он дощатый какие-то и вот вы же заехали в этот тип он номер а вот через стенку у вас извините туалет тут садового типа как говорится да ну я не знаю что сказать и люди живут таких условиях то есть не приезжают им бронируют в основном то все через посредников и почему берут достаточно дорого потому что посредники берут 20% от стоимости понятно хозяин что-то хочет заработать но он старается подороже корицей выставить или посредник свои проценты накручивать в итоге цена вот такая или еще пример тоже жилье класс эконом значит старый-старый дом там живет бабушка она хочет подзаработать денег на на жизнь пенсия маленькая все понятно но сдавать ей нечего у нее нет никаких других помещений только дом где она живет но и дом тоже одна маленький одна большая комната от натягивает веревку через всю комнату вешает на нее не знаю простыню вот с одной стороны она живет с другой стороны она сдает это называется жилье классы эконом и людям предлагают это я не знаю тоже вот честно говоря вот но людей селят вот на таких вот таких условиях да и говорят им вот мы предлагаем вам жилье классы эконом слушайте я хочу сказать на эту тему давайте все-таки говорить по-русски да говорить честно самим себе хотя бы не в не врать и разберемся с терминами ну но это не жилье классы эконом то что я писал жилье и должно быть жилое помещение а это ну это либо сарай да вот о котором я рассказал это угол по-русски говоря вам сдают угол или это может быть какой-нибудь там не знаю гараж для лодки тоже обшиты там типа облагорожены все такое но это не жилье классы эконом это вообще не знаю что я даже не знаю какое слово подобрать но все это вам будет предлагаться на многочисленных посреднических сайтах как именно жилье класса эконом поэтому я прошу вас дорогие друзья если вы ищете жилье как говорится подешевле вы стеснены в средствах то будьте пожалуйста очень и очень внимательны как правило особенно такое жилье никто не фотографирует со всех сторон ну комнатку сфотографируют а что вас ждет снаружи как говорится сами понимаете какие там бытовые условия но помимо бытовых условий ведь нужно понимать какой там будет проживать все-таки континент то есть вы можете попасть ситуацию когда просто как бы люди ежедневно употребляют алкоголь всей компании да то есть так без буянства какого-то но то есть идет пьянство прямо перед вашими окнами вам никуда не выйти потому что у вас вот это вот одна сотка земли вам просто податься некуда даже вот вообще и даже телевизора не чтоб посмотреть вы будете смотреть в окно пнушет телевизор там смотрит пьяная компания вот и все эти там разговоры там за жизнь там знаете и так далее и тому подобное таких очень много как раз в жилье эконом еще в жилье эконом вот то что давайте вот эконом до такого плана любят селиться молодежные компании которые тоже как говорится алкоголь но еще больше от них шума гамма и то есть полночное бдение и так далее вот вы будете жить возможно с ними через дощатую стеночку вот такая вот ситуация с так называемым жильем эконом что вам будут толкать под жильем эконом хотя действительно если говорить вот что есть полноценное жилье класс т.п. просто полублагоустроенное жилье то есть где санузел на несколько комнат номеров к сожалению в ейске такого жилья очень много много частного сектора много старых домов много разных знаете там гаражи для лодок каких-то сараев оставшихся там от бабушки прабабушки все это сейчас если находится в некоторой близости от моря пытаются использовать чтобы заработать деньжат делают там самый скромнейший ремонт и вот сдают отдыхающим по сути ну многого не договаривают о своих так сказать далеко отсутствующих условиях до бытовых и люди очень многие попадают в такую ситуацию что они приезжают где нет ну забронировали комнату смотрят на эту комнату а там и в общем и вокруг тоже как бы ну вот все вот так а потом и пишут мне значит такие вот злые отзывы мне на сайт я их читаю и как правило я людям которые мне пишут такие отзывы всегда отвечаю ну личными сообщениями и основной мой посыл ответа был такой что ну друзья мои ну вы очень сильно хотели сэкономить и не смотрели не разбирались вот в частности в нюансах этого жилья не пытались выяснить что это за жилье и конкретно вот именно это вот как там что будет вы просто посмотрели там на фотографии которые может быть даже фотографиями этого места не являются на пасторических сайтах такое случается и как бы цена недорого ну все 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 говорится бронируем да а в итоге вы получили испорченный отдых нужно запомнить дорогие друзья что если вы сэкономили на жилье то вы обязательно доплатите не деньгами но своими нервами своим комфортом своим испорченным отдыхом и своим так сказать испорченным отдыхом своих детей вы обязательно доплатите вот именно так потому что ну одно дело проживать в комфортабельных условиях другое дело проживать там где у вас извините туалет будка во дворе Вот многие такие, так называемые, сарайчики, да, многочисленные, которые люди понастроили и сдают людям, в Йейске называются кратчатники. Вы сами понимаете почему. Поэтому я никого не отговариваю, я понимаю, что могут быть не самые лучшие финансовые обстоятельства и, как говорится, человек просто бывает вынужден искать именно жилье класса эконом. Я все прекрасно понимаю, я живу с вами, знаете, в одной стране хожу по одной земле, так что поверьте, никто в облаках тут не витает. Но если вы действительно ищите жилье эконом класса, то пожалуйста, максимально внимательно смотрите информацию о том адресе, куда вы собрались поехать. Ищите максимальную информацию об этом адресе, чтобы потом горько не разочароваться. Потому что возможности нарваться на откровенно жилье, где, ну, скажем прямо, по-нормальному жить нельзя, там, да, таких адресов порядочно. Поэтому будьте внимательны и удачи вам в поисках жилья. Вот. А вы подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, ну или, если хотите, вы критически отнестись ко мне, ставьте дизлайки. Я с удовольствием сниму для вас еще ролики, где расскажу о других нюансах отдыха в Ейске. Всего вам доброго, до свидания.